Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ! Сегодня мы с вами будем получать чистый спирт из вот этой спирт-содержащей жижи. Я хочу добиться спирта концентрацией и крепостью в 100 градусов. Посмотрим, насколько это получится. На этикетке написано, что крепость составляет 40 градусов, то есть 40% спирта. Но все-таки стоит перепроверить эту информацию. Спиртометр показывает 40, значит информация на этой этикетке верна. И здесь действительно 40% спирта. Очень часто водку пытаются использовать как антисептик. Но на самом деле спирт такой концентрации может убивать далеко не все микробы. Например, антисептик для рук содержит спирт крепостью в 70 градусов. Поэтому если вы хотите приготовить свой самопальный антисептик... Ну, такое было уже, когда были пустые прилавки и не было антисептиков в магазинах. Все пытались выживать как могли. В общем, если вы хотите приготовить свой самопальный антисептик, то нужно увеличивать градус. И сейчас мы этим займемся. Первый кустарный метод повышения градуса, который приходит на ум, это вымораживание. В теории при низкой температуре спиртное начинает замерзать, но не полностью. Из-за медленной кристаллизации лед будет содержать больше воды, а незамерзшая жидкость будет содержать больше спирта. В обычной морозилке можно легко заморозить водку, и она начнет выглядеть как мокрый снег. Жидкость в перемешку со льдом. Чтобы разделить лед и жидкость, я сделал простое приспособление из пластиковой бутылки и тряпки. Сливать жидкость я буду прямо в морозилке, чтобы не дать растаять льду. Таким образом я разделил жидкость на два раствора, и когда они нагрелись до 20 градусов, я проверил их крепость. Крепость жидкости, которая не замерзла, составила примерно 42 градуса. А та жидкость, которая превратилась в лед, действительно содержала меньше спирта. Ее крепость составила 38 градусов. Получается, что в обычной морозилке значительно поднять градус не получится. Теперь попробуем способ с медным купоросом. Он продается в каждом садовом магазине. А раньше его можно было купить даже в аптеке, потому что его широко применяли как антисептик. Он отлично убивает микробы. Но чтобы медный купорос повысил градус, его нужно обезводить. Для этого потребуется просушить его при температуре выше 150 градусов. Это можно легко сделать в любой духовке. Когда купорос теряет воду, он становится светло-серым. Теперь я взял литр исходного сырья и добавил туда килограмм медного купороса. Ну, не совсем килограмм, ведь после сушки он стал весить легче. Но до сушки был ровно один килограмм. Медный купорос начинает активно забирать воду из раствора и снова приобретает синий цвет. Кстати, при этом выделяется большое количество тепла и смесь заметно нагревается. Полученную смесь я оставил на сутки и можно видеть, что купорос занял почти весь объем. Сверху болтыхается лишь небольшое количество жидкости. Чтобы отделить жидкость от купороса, придется ее отжимать вручную через ткань мелкими порциями. У меня получилась вот такая светло-зеленая жидкость и большое количество отжимок, в которых осталось еще много полезного. Данную жидкость я фильтрую с помощью вакуумного насоса через обычные фильтры для кофе. Можно фильтровать, конечно, и без насоса, просто вместе с ним будет гораздо быстрее. В итоге я получаю прозрачную жидкость, имеющую лишь небольшой зеленоватый оттенок. Этот оттенок получается из-за того, что в растворе все еще есть небольшое количество медного купороса. И, возможно, немного других примесей, ведь медный купорос был не особо чистый. Ну и крепость этой жидкости составила уже 58 градусов. Вот это уже неплохой результат, ведь крепость увеличилась почти в полтора раза, и самое интересное, что для этого не потребовалась даже перегонка. Медный купорос при попадании в воду очень быстро с ней реагирует, но ведь обычный строительный гипс тоже связывает воду. Теоретически, если добавить гипс в спиртное, он должен прореагировать с водой, и концентрация спирта должна увеличиться. Я добавил примерно 250 грамм гипса в пол-литра исходного сырья. Тщательно перемешивал, чтобы гипс не превратился в кирпич на дне. Через час я собрал жидкость, которая отстоялась сверху, и проверил ее крепость. Но концентрация раствора не изменилась. Как так произошло, не понимаю, ведь гипс действительно используют для сушения спирта. Есть такая технология. Не сработало, ну и ладно. А теперь самый кустарный перегонный куб. Для него потребуется только проделать отверстие в крышке и вставить в нее шланг. Да, гнать будем прямо из бутылки. На плиту поставлю кастрюлю и наполню ее водой. В воду положу бутылку и под горлышко кусок фольги, чтобы это место не перегревалось от горячего воздуха, идущего из-под кастрюли. Работает! Это самый чумовой самогонный аппарат, который я когда-либо видел прямо из бутылки. Ах, лещет, надо чуть поменьше огонек. Да, реально, так можно гнать спирт. Ведь бутылка во время производства проходит закалку, и она с легкостью сможет лежать в горячей воде и даже не лопнет. Правда, тут есть одно но. Спирт получается не слишком чистый, ведь шланг выполнен из ПВХ-пластика, и спирт будет вымывать из него пластификаторы, которые попадут в конечный продукт. Чтобы спирт был чище, потребуется либо стеклянная, либо металлическая трубка. Я, конечно, не пытался выгнать весь спирт до последнего, когда выделение спирта сильно замедлялось, я прекращал. Давайте измерять градус того, что я нагнал из литра водки. Вроде неплохой объем получился. 67 градусов. Вот это уже реальный антисептик. Немного глицерина сюда и готово. Вот это получился действительно годный метод добычи медицинского спирта в экстремальных условиях. Ну и раз уж добрались до перегонки, то самое время перегнать вот эти отжимки, ведь в них полно ценного продукта. Спирт кипит при температуре 78 градусов, а медный купорос начинает разлагаться только при 110 градусах, значит можно легко отогнать весь спирт до того, как попрет вода из купороса. Вот так купорос выглядит после перегонки, его синий цвет стал еще ярче, чем был. Ну а что же я там нагнал? Ах, получилось не так много, но зато какая концентрация, ух, 85 градусов. Да, медный купорос это действительно тема. Ну, со всем кустарными методами пора заканчивать, попробую отогнать еще более крепкий спирт. Для этого я собрал вот такой перегонный аппарат, внутрь заливаю все крепкое сырье, которое я нагнал до этого. Колбу я буду греть строительным феном, и если подобрать правильную высоту, то можно очень аккуратно и равномерно нагревать содержимое. И самое главное, что таким образом можно легко держать одинаковый нагрев на протяжении многих часов. Колбу я укутал фольгой, чтобы прогревался не только низ, но и все верхние детали, чтобы спирт не сконденсировался слишком рано. Наверное, это самая медленная перегонка, которая только возможна, ведь раствор даже не кипит. Сначала я перегонял 67 градусный раствор, потом взялся уже и за тот зеленый раствор, который получился после купороса, у которого крепость 58 градусов. Я вам честно скажу, что на то, чтобы перегнать 400 миллилитров вот этого, у меня ушло около 6 часов. Ну давайте посмотрим, какой крепости удалось добиться после такой медленной перегонки. И барбанная дробь. Ну я честно говоря расстроился. Всего лишь 89 градусов, я думал будет гораздо больше. Но видимо физику не обмануть, даже медленная перегонка не дает суперрезультата. Значит нужно гнать еще раз, но теперь в 89 градусный спирт я добавлю 200 грамм просушенного медного купороса, чтобы связать воду. Купорос даже почти не поменял цвет, он лишь совсем немного посинел. Этот раствор я грею так же, как и раньше, но теперь он уже бурлит гораздо сильнее и дистиллят капает в два раза быстрее. Стык бутылки и аппарата я уплотнил туалетной бумагой, чтобы внутрь попадало как можно меньше воздуха, ведь спирт очень легко впитывает влагу из воздуха. И в негерметичном аппарате невозможно получить 100% спирт. Кстати, при обычной многократной перегонке, так же невозможно добиться чистого спирта, он всегда будет содержать небольшое количество воды. Крепость такого спирта не может превышать 96,6%. Ну и пришло время измерить, чего я там нагнал. Опа, почти 98 градусов. Это очень хорошо, но все равно маловато. Я-то ведь хотел получить 100 градусов. Придется повышать градус еще сильнее и прибегнуть к еще одному интересному методу. Все химики согласятся, что металлический кальций отлично для этого подходит. У меня есть вот такие мелкие гранулы кальция. При попадании в спирт они с ним реагируют, выделяя водород и образуя этилат кальция, который тут же реагирует с водой и разлагается на спирт и на гидроксид кальция, который выпадает в осадок в виде белого порошка. И спустя 12 часов я получил вот такой белый осадок и кучу белой взвеси в спирте. Еще не весь кальций прореагировал и еще выделяются пузыри водорода. Но я думаю уже можно посмотреть на сколько повысилась концентрация. Придется отфильтровать белую муть. Для этого посуду я прогреваю в печи, чтобы точно ее просушить, ведь поверхность стекла способна впитывать небольшое количество воды. И только после просушки приступаю к фильтрации. Видно, что все-таки небольшое количество взвеси после фильтрации осталось в спирту, но на проверку концентрации она никак не повлияет. Итак, дамы и господа, концентрация спиртяги достигла 99%. Это уже неплохой результат, но нужно скорее перелить спирт обратно в бутылку, пока он не насосался влаги из воздуха, ведь в бутылке осталось еще немножко кальция, который доочистит спирт от воды. И вот в итоге у меня все-таки получилось добыть высокоградусный спирт. Он, конечно, мутненький, как самогончик, но через пару дней весь кальций полностью прореагирует, вся муть осядет и останется чистейше стопроцентный спирт. Употреблять его, конечно же, нельзя, спирт вообще употреблять нельзя, потому что спиртное убивает мозг. Именно поэтому я уже практически 10 лет не употребляю спиртного и вам очень даже рекомендую. В сегодняшнем эксперименте мне больше всего понравился прикол с перегонкой спиртяги прямо из бутылки. Ну и, конечно, медный купорос это вообще шикарная вещь для быстрого поднятия градуса. Надеюсь, вам понравился сегодняшний видосик. И, кстати, совсем недавно открылся мой магазин с сувениркой, в котором можно купить майки, футболки, кружки, кепки, все с огненными логотипчиками. Добавьте в свою жизнь огня, переходите в описание, найдите там ссылку и затаривайтесь прикольным шмотом. В общем, на сегодня все, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok